Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео я хочу показать бесплатный плагин для WooCommerce на WordPress, с помощью которого вы сможете дать возможность вашим клиентам загружать файлы при заказе товара. Зачем это может быть нужно? Допустим, вы торгуете одеждой, возможно, кружками, еще чем-то, где вы предлагаете возможность клиенту свое изображение, свой логотип поместить на ваш товар, на вашу игрушку, на вашу чашку, рубашку, футболку и так далее. И давайте сначала посмотрим, как это работает, как я получаю как администратор эту картинку, как это вообще взаимодействие, а потом рассмотрим настройки данного плагина. Итак, у меня есть демо-магазин, демо-сайт. Я товар уже добавил в корзину. Давайте перейдем к оформлению заказа. Помимо всех полей стандартных, у нас вот здесь появляется возможность для клиента загружать файл. Расположение области загрузки файла может быть в разных местах. Об этом поговорим чуть позже. Итак, у меня все поля заполнены, кроме изображения. Допустим, к этому товару я хочу загрузить картинку, чтобы впоследствии ее наложили на этот товар. Я возьму какого-нибудь котика. Подтверждаем действие. 100% картинка загружена. Я нажимаю подтвердить заказ. Заказ отправлен. Если я зайду сейчас на почту администратора магазина, увижу этот заказ, стандартное письмо. Здесь мы видим информацию об этом файле. И вот здесь я вижу картинку. Я ее могу открыть, скачать. То, что прицепил клиент. То есть этого котика, допустим, напечатать нужно на футболке. Ну, допустим, я торгую футболками. Это понятно. У нас это работает. Теперь давайте рассмотрим настройки данного плагина. Ссылку на скачивание плагина я оставлю на своем сайте. В статье в соответствующей. И, соответственно, ссылка будет на статью под этим видео. Переходим в WooCommerce настройки. Дальше у нас появляется новая вкладка. Вот здесь вот Checkout File Upload. Здесь тоже есть дополнительные вкладки с настройками. Вот этого плагина. И давайте посмотрим. По умолчанию уже у меня было enable, это включено. То есть плагин включен и работает. Дальше. Вот это у нас платная возможность. То есть плагин делится как на условно-бесплатную, так и на платную версию, про-версию, где больше функций. Мы, естественно, рассматриваем в этом видео бесплатную версию. Платной версии у меня нет. Возможно здесь загружать только один файл клиенту. Но если вы приобретете про-версию, по этой ссылке перейдете, то можно будет ставить неограниченное количество возможных вложений в товар. В следующей опции добавить индикатор загрузки. Мы видели зеленая такая полоса. Ее можно не использовать. Дальше. Включить оповещение об успешной загрузке файла. Включить оповещение об успешном удалении файла. Дальше. Максимальный размер можно здесь файла указать. 0 это без ограничений. Лучше поставить. Допустим, хватит 1 мегабайта. Здесь можно по-русски. Это я уже переминал, а у вас будет на английском. Превышен допустимый размер файла. Это если человек загружает большое изображение, у вас сайт здесь ограничения. Можете здесь тоже по-русски написать. Вот это вот. Максимум вот этого слова можно перевести. То, что у нас вот здесь идет со знаками процента, это лучше не трогать. Потому что здесь могут подставляться динамические данные. И дальше. Reset. Это сбросить настройки, которые здесь на вкладке я произвел. Поставить птичку и нажать сохранить. Тогда настройки должны сброситься. Следующая вкладка. Мы переходим вот здесь вот. Email. Стоит птичка attach. То есть вложение в email. То есть на email приходило. Вы видели, у меня на email картинка приходит. Следующая опция. Прицепить ли вот этот файл, который клиент подгружает, ему в письмо. Потому что письма приходят. Не знаю. Наверное, это не нужно. Потому что он отправляет картинку. Зачем ему тоже в письмо, чтобы это прилетало. Дальше. Возможность отправить дополнительное письмо от действий их пользователя. Здесь есть три варианта. Один я выбрал. File applause. On thank you. On my account page. На страницу аккаунта. И еще два варианта здесь есть. Надо тестировать, смотреть. Я не пробовал эти варианты. Дальше как раз галочка стоит attach. Значит, письмо на мою почту административную. Куда будет приходить. Вот здесь тоже я перевел на русский. Здесь тоже файл. Имя файла. То, что вот это мы не трогаем. Здесь тоже был на английском. Файл удален. Загруженный файл. Ну, то есть, это строки, где это может появляться. То есть, на русский переведите тоже эти моменты для вас. И настройка сброса. Следующий у нас template. Здесь я ничего не трогаю. Оставляем все как есть. И еще одна вкладка с настройками. Enable это включить. Сделать ли поле обязательным для загрузки файла. Это вот эта птичка отвечает. Вот эта опция у нас не работает. Возможность загружать несколько файлов. Дальше, какие типы файлов перечислены автоматически. Здесь у нас jpg, jpg, png. Я думаю, что можно добавить и другие расширения, если вам нужно. Дальше, если это размер. То есть, вот если мы выбираем вот этот момент, то высоту и ширину здесь можно задать. Дальше, вот это для меня самое важное, я считаю, это позиция. Вот, к сожалению, нельзя выбрать позицию в бесплатной версии. То есть, когда человек нажимает на кнопку добавить в корзину, то есть на странице карточки товара, у нас есть возможность, вы видели, вверху на странице чекаута привязывать это поле или внизу под страницей, под всеми полями, вот этот вариант. Либо нигде. И еще там 20 вариантов, где это поле может появиться, если вы будете использовать про-версию. Также добавить это, это добавить на странице благодарности, на странице мой аккаунт. И дальше здесь просто строки нам дают возможность перевести там, где могут появляться какие-то фразы. Я перевел на русский, просто через переводчик. Не забывайте, там вот эти вещи мы не трогаем. Вот эти вещи. Перевозим только вот эти. Тут я не стал переводить, это все желательно перевести, потому что это все где-то будет выскакивать на английском языке. И дальше опция на определенных товарах. Это все мои товары, которые здесь есть, я могу выбрать вот так вот несколько. Где будет появляться поле upload, загрузки файлов. Или для определенных категорий товаров. Тоже можно выбирать хоть все. Если я ничего не выбираю, значит поле upload будет везде, на всех товарах подставляться. Или для меток товаров. Или теги. На тот товар, который использует ту или иную метку, будет появляться файл upload. То есть форма загрузки изображения. И кнопка сброса. Вот они настройки для бесплатного плагина. Достаточно даже нормально здесь все. Можно даже обойтись и бесплатным плагином. Рекомендую к использованию. Надеюсь, для вас был урок интересен и полезен. А я на этом с вами не прощаюсь. И мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok